Судьба деревянного домика с резными наличниками на улице Салтыкова-Щедрина одного из комплекса усадьбы Попова с прошлого года беспокоила градозащитников, историков, краеведов и просто неравнодушных граждан. На соседний резной дом во время урагана упало дерево, разрушив крышу. Затем скончался хранитель усадьбы Анатолий Турбин. И многие уже попрощались с памятниками деревянного зодчества. Оказалось напрасно. Задуманный Захаром Прилепиным проект, Есенин Центр получил свою прописку именно здесь, в этом доме. В том числе мы приняли участие, Захар лично, в вопросе по историческому поселению города Рязань. То есть это спасение нашего деревянного зодчества. Нудная, кропотливая бумажная работа, которая в течение года проводилась, и она сейчас уже выходит на очередной этап именно решения. В память об Анатолии Турбине, который всю жизнь боролся за то, чтобы эти уникальные постройки сохранились, в доме организовали комнату музей с личными вещами. А здесь, прямо в этом помещении, он жил. Теперь тут будет школа реставраторов. Мастер Сергей Косырев уже много лет восстанавливает резные наличники, деревянные колонны и другие предметы русского национального искусства. И свое умение по сохранению культурного наследия отныне будет передавать ученикам. Вот наличники реставрируемые, новые делаем. Вот сделали по моему дизайну. Вот мои ученики как раз сделали. Вот видите, вот эти вот. Комплект такой. Вот быка отреставрировали. Девчонки, кстати, тоже самостоятельно практически. А это вот они сделали комплект такой мебели. Это в старорусском стиле. Здесь рязанские мотивы. Вот старинные левы. А рязанские мотивы – это что именно? Что можно отнимать? Орнамент рязанский здесь. Вот. Но лев – это такой среднерусский. Вот. Видите, он такой хвост такой. Это самый растительный такой, чисто русский. А здесь расположилась выставка работы Александра Зимина. Его искусные предметы резьбы по дереву поражают воображение. Первому гостю Есенин Центра творец сделал подарок. Он был полукровкой. Здесь видно, что у него есть немножко татарской крови. Так это и правда. Вот она такая косая скула. Очень счастлив я этому подарку. Сильнейший мастер рязанский. Я в прошлый раз еще с ним познакомился. Сильнейший. Уникальная библиотека, посвященная Сергею Есенину. Выставочные залы для современных мастеров. Пространство для поэтических и музыкальных вечеров. Проект был задуман чуть больше года назад. И сегодня мы присутствуем при его рождении. Тот случай, когда слова не остались. Просто словами. Я написал огромную книгу в серии ЖЗЛ. Это самая большая книга в истории серии ЖЗЛ. Есенин – это точка прорывов в любые события, связанные с Россией, с революцией, с космосом, с бытием, с мужчиной и с женщиной. Он нашел какие-то удивительно важные, самые простые, иногда самые сложные слова, которые вскрывают наше сознание, нашу суть, нашу нежность. Он в своих стихах в некий такой душевный раздрай, когда впал, говорил «Нет, не ставьте памятник в Рязани». Но мы не памятник, мы музей открыли. Мы в полном соответствии с его заветом. Подобное культурное пространство, по словам Прилепина, в России появилось впервые. И это не просто музей, не просто место. Это будет точка сердцебиения культурной жизни Рязани. В задумках и другие проекты, направленные на развитие именно культуры. Ведь, цитата, если мы забываем, зачем есть поэты, художники, мы перестаем быть успешной экономической державой. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».